Мониторинговая группа федерального партийного проекта «Единая Россия и народный контроль» в сопровождении журналистов предприняла очередной рейд с целью выявления незаконной скупки металлолома на территории Екатеринбурга. В этот раз Дмитрий Чукреев и Иннокентий Шеремет проехали по окраинным поселкам Октябрьского района, расположенным вдоль Старого Сибирского тракта. Поселок Чапаева, Птицефабрика, Компрессорный, Исток. Вот тут у них костры. Зачем? Ну, железо. Вот как ты железо достанешь? Надо же резину снять, а как ты ее снимешь? Вот поджечь. Мы видим здесь даже контейнер мусорный. Полный. Мы такого не видели. Это почти гламурная приемка. Цветмет. Алло. А металл сдать можно? А? Металл сдать. Через два часа. Два часа? Через два часа. На сегодняшний день в Екатеринбурге большое количество работных площадок, которые принимают у граждан металл, цветной металл. И, разумеется, эта деятельность подлежит обязательному лицензированию. Лицензию дает специальное министерство, Саратовская область, министерство промышленности. Но, как и многие предприниматели, выбирают простой путь. Зачем получить лицензию, если можно работать без нее? Потому что лицензия стоит достаточно больших денег. И чтобы получить, надо определенные документы иметь. Иметь договор аренды земельного участка, иметь определенное оборудование, иметь определенный штат сотрудников, которые обучены и имеют право заниматься таким видом деятельности. И поэтому многие предприниматели просто открывают, захватывают земельные участки, ставят туда вагончик, садят человека, пишут табличку «прием металлолома». И собирают все, чем не попадя. Никаких документов, например, не оказалось у приемщика металлолома, расположившегося в гаражах по улице Варшавской. Здравствуйте. Здравствуйте. Кому лом можно сдать? Сейчас камеру. Теперь спросите, есть ли лицензия у вас на данной деятельности? Это начальник. А кто начальник у вас? Сейчас позвоните. Будьте любезны, пожалуйста. Меня зовут Чукреев Дмитрий Викторович, координатор федерального проекта «Народный контроль Единой России». Мы вот объезжаем. Хотели бы поинтересоваться, есть ли у вас лицензия на прием металлолома. Что? Хозяин Геннадий утверждает, что у них не прием металлолома здесь, а пункт сортировки. Хорошо, скажите, а у вас тогда документы есть на сушение деятельности? Лишь в одном из проверенных пунктов в поселке Исток приемщик смог предъявить копию лицензии. Кто вам поставляет? Квотовый лунг? Бомжи? Почему бомжи? Ну, я понимаю, как сюда бомжи доходят. Он тоже доходит? Так. Кто с помойки-то начинает сюда? Во время предыдущего рейда народные контролеры столкнулись с такой формой расплаты с клиентами, как спиртовые фунфырики и сигареты. И потому сейчас интересуются, чем производится оплата за металл. Зато в этой приемке обнаружились два армейских ящика с устрашающими наклейками «Биологическая опасность». Работник металлопункта Николай сообщил, что они достались ему от бывшего владельца. А вот скажите, вот там вот эти вот ящики, что это такое? На которых такие вот таблички опасные? Это просто какие-то наклейки там на ящиках. Ну, они же пустые, видели сами прекрасно. А что у них было? Ничего не было, просто пустые ящики. У них ничего не было? Не было ничего. А вы их приняли к металлолому? Да, они просто вот здесь вот лежали. Это же бывшая заправка была. Какого поздно. Но вы, получается, ничего не чистили, да, еще? Нет, вот мы тут как бы ремонт делаем, постепенно прибираем. Ну, короче, для нас самое главное, вот лично для меня, чтобы тут стопок, канализационных люков не стояло. Чтобы охреневшие предприниматели болгарками не валили линии ЛЭП для добычи проводов. Вот. И чтобы тут знаки, оградки, памятники с кладбища не лежали. Ну, ничего такого не видим. А так, понятно, бардак, где-то самозахват. Несимпатично все это выглядит, но хотя бы так.